Вообще познание, смотрите, давайте так, давайте вообще так, познание, причем и объективное познание, давайте подъебемся к этой табличке тогда все-таки, все-таки подъебемся к этой табличке. У вас не может быть лучшего, у вас не может быть лучшего или худшего соответственно подхода к познанию. Познание оно only, оно только only может быть. Понимаете, в чем дело? Познание, 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 да, это не best, познание это only. Почему? Потому что познание, knowledge, то есть знание вообще в данном случае. Познание это процесс приобретения знания. Знание это обоснованная истина. То есть у вас должна быть истина, у вас должно быть обоснование. Истина это соответствие предмета объекту. Ну или соответствие вашего, ну соответствие ваших представлений реальности, по сути, да. То есть как бы так, у вас не может быть лучшего источника познания. Он ли? Он единственный должен быть, по сути, по логике, да, так получается. Вы должны получать, соответственно, достоверное, абсолютное, бесспорное знание в той или иной области. Вот наука это делает, на мой взгляд, категорически этого не делает. И не может она этого делать. Это абсолютно догматическая вера в какую-то шизохуйню. Ничем не обоснованная. И, кстати, поэтому knowledge тоже падает. Потому что knowledge это обоснованная истина. Все ваше обоснование идет нахуй в данном случае в науке. Вас легко всегда подъебать и покритиковать любители науки и сиентистов. Поэтому у вас не может быть knowledge здесь. Вообще knowledge. Нигде не может быть knowledge. Это все как бы мечты, мания, фантазии. Сиентистов. Я не считаю, что познание мира, например, художественным способом, оно какое-то неправильное или какое-то неэффективное. Просто оно не имеет отношения к объективной реальности. А как оно может быть познанием тогда? Как это может быть познанием, если оно не имеет отношения к объективной, блядь, реальности? Think about it, блядь, real talk. Что за хуйню он несет? Вот жалко, что на дебатах нельзя было вот так взять и перебить и сказать, Никита, блядь, ты несешь хуйню, ты понимаешь? Никит, вот это хуйня. Ты сейчас сказал хуйню полную. Ты говоришь знание. Что такое знание? Что такое познание? Познание и так далее. Вы поняли. Никита, вот сейчас ты опять тоже хуйню какую-то сказал. Смотрите. Какое-то неэффективное. Просто оно не имеет отношения к объективной реальности. Да, познание с помощью искусства не имеет отношения к объективной реальности. И поэтому оно не является, блядь, познанием по определению, господи. Ну или дай другое определение. Или дай другое определение, я не знаю. Ну просто я сейчас использую классическое стандартное определение, которое почти все используют. Сейчас окно закрою. Все, реально два часа будет. То есть я использую классическое определение истины, самое распространенное. Я использую классическое определение знания, самое распространенное. соответственно классическое определение познания самое распространенное вот в деле познания объективный внимание объективной реальности то есть реальности которая не зависит от субъективного восприятия отдельных людей есть субъективная реальность что ли есть реальность которая зависит от субъективного восприятия отдельных людей пиздец еще и термин реальностью неправильно использовать. Мое, блядь, почтение. Гениально просто. У науки, у научного метода нет альтернатив. Не, у научного метода дохуя альтернатив, например, философии. Ну, просто проблема заключается в том, что научная методология, она так расфоршенная, она такая популярная, она такая догматичная и безальтернативная в этом плане в рамках обучения, что, ну, просто, да, действительно нету равновесной силы, которая могла бы как-то с ней вот поспорить. Научная догматика абсолютно тотальна в этом плане. Абсолютно тотальна. У нее действительно нет альтернатив. И это плохо, потому что они по факту должны быть. И разных методов много, и разных подходов тоже очень много. Но вот, как-то так. Но тут с другой стороны Никита Образцов, знаете, он крутит-вертит, соответственно, определениями науки, потому что он-то придерживается слабого определения науки. И по факту просто оказывается, все, что так или иначе эффективно, оно становится научным методом. По его собственному мнению. Это такая, знаете, детская игра для дурачков. О, смотрите, сработало! Значит, это научный метод! Ой, смотрите, в религиоведении можно не читать книжки, а подтираться их жопой и вытирать у таблицы религиозным людям. Это наука, блядь! Это эффективно! Ну, например, ну, неважно, какой пример можно привести. Вы понимаете, в чем дело? Все, что нравится Никите Образцову и входит в академический какой-то спектр, все браво, все эффективно, все наука. Вот и все определение, как бы. Это пиздец! Это, блядь, пиздец, как нерационально! Это пиздец, как поверхностно! Это пиздец, какая детская игра! Но я не знаю, зачем так делать, почему, кому это надо вообще? Это был главный и мой, главный тезис, который я хотел бы обосновать. Затем, что происходило в этих дебатах? Значит, Александр, как я уже сказал, будучи опытным дебатером и, в общем... Это мои первые дебаты. Это мои первые дебаты, Сорян! В общем, знаток риторических приемов... Знаток риторических приемов, смотрите-ка! Смотрите-ка, я знаток риторических приемов, неожиданно опытный дебатер и знаток риторических приемов. Умел меня убедить в том, что хорошего определения науки и научного метода дать, в принципе, невозможно. Ну, я не знаю, может быть и можно, но то определение, которое Никита образцов дает, оно определенно отвратительное. Абсолютно никуда не годится. То есть, на фоне всех определений, которые даются в истории философии научной, но философии науки, это... Вот этот подход, он наиболее непродуктивен, он наиболее неинтересен, он не дает нам никакого прояснения, он не дает нам критерия верификации научного знания, не верификации, демаркации. Не дает нам критерия демаркации научного знания, понимаете? И в этом проблема! То есть Никита Обрасов спекулировал очень плохим определением, ну или по крайней мере то, что из его слов можно было выделить как определение науки, все это довольно плохо было. Плохо, потому что трудно получить представление о том, о чем конкретно является наука. Слишком оценочные данные он предлагал нам, да? Она эффективна, она хороша, она прекрасна, она так замечательна, она получает объективные знания. А где достоверность того, что она получает объективные знания? С чего вообще Никита взял, что наука получает объективные знания? Знания, знания, да? То есть знания это соответствие наших представлений, ну знания это обоснованная истина, а истина это соответствие наших представлений реальности, да? Вот с чего он взял, что мы получаем знания о реальности? Например, в религиоведении, допустим в религиоведении, с чего он взял, что там, не знаю, знакомец с какими-то текстами древними, он познает основы древней религии. Вдруг эти древние религии вообще по-другому строились, а все эти тексты были написаны, ну, допустим, для дурачков местных, да, типа, вот смотрите, вот у нас есть внешние какие-то религиозные атрибуты, а есть внутренние религиозные атрибуты. Внутренние могут радикально отличаться от внешних. У буддистов так нередко, кстати, было. Там всякие матхямики, они очень любили наебывать своих оппонентов, и когда они приходили на споры, то есть дискутировать с некоторыми своими оппонентами, ну, они, бывает, излагали не ту точку зрения, которой они придерживаются. Побеждали в споре, а после победы в споре, по индийским правилам, ну, оппоненты должны переходить на сторону побежденных и вступать в их религию, понимаете, в чем дело? А потом, блядь, оказывалось, что, ну, вот та позиция, с которой они спорили, ну, по факту она не соответствует их собственному мировоззрению. Какие-то вот такие вот хитрости в буддизме периодически были. И в этом плане мы можем представить, что у многих древних религий, особенно тех, которые не дожили до наших дней, да и тех, которые дожили, но, скорее всего, очень сильно изменились. То, что мы не можем их изучать теми методами, объективно получать знания о них с помощью религиоведческих методов. Возможно, может быть, мы не можем, может быть, у нас нет никакого шанса, но Никита Абрасов отвечает обратно. Вопреки тому, что говорит Александр и его последователи. Причем, я хочу сказать, что Александр заслуживает уважения, потому что его позиция, она очень и очень редкая, я бы сказал, маргинальная. Ее очень мало... Ну, в истории философии и науки, нет, в философии и науке это не очень редкая позиция. Я придерживаюсь позиции, согласно которой я определяю науку через фальсификационизм, по большей части. Я фиксирую, как специалист, ну, плюс-минус специалист в этой области, ну, непризнанный отчасти, да, но отчасти тоже много этим занимающийся. Я фиксирую, что у науки имеется множество определений, я рассматриваю все эти определения, прихожу к тому критерию, да, что науку лучше всего определять непосредственно через какую-то конкретную методологию. Берем конкретную методологию, а какая она должна быть, да, то есть у нее должны быть какие-то положения конкретные в этой методологии. Ну, я отбираю фальсификационизм в данном случае, потому что в фальсификационизме, во-первых, он чаще всего озвучивается с сиентистами, типа там Панчина какого-нибудь, Пинкера и много кого еще. Вот. То есть у меня маргинальная позиция, при этом я вот как бы отставил позицию фальсификационизма по отношению к определению науки. Приблизительно такого же определения придерживается, например, Панчин и многие другие ученые, придерживаются многие философы науки. Ну, и я здесь тоже как-то вот придерживаюсь этого определения и объясняю, почему среди прочих определений это является наиболее точным, наиболее там успешным, наиболее приемлемым. И у него есть тоже проблемы у этого определения, да, 99% того, что обитает в академической вот этой среде, просто перестает быть наукой автоматически. Потому что там нет фальсификации. Как-то так. Там нет фальсификации, к сожалению. Это точное определение через фальсификацию, да. То есть, это способ создавать, это определенный метод, да, создавать натуралистические теории, включающие в себя способность их фальсифицировать. Да, как-то вот так вот. Вот такое вот определение можно дать. Но оно не точное в данном случае, у меня есть поточнее формулировки в этом плане. Но здесь все довольно категорически просто. Мы можем отличить науку от ненауки. Вот у нас там, например, есть фальсификация, есть натуралистическая теория. Ну, это еще, это достаточно, это необходимый критерий для обозначения науки. А вот у этой теории есть фальсификаторы. О, все, это научная теория. Это научная теория. Потом мы фальсифицируем с помощью, допустим, мыслительного эксперимента или просто эксперимента. Лучше, конечно, просто эксперимента. И получаем, вот у нас научная теория. Она была опровернута или не опровернута и прошла через несколько кругов фальсификации. Все прекрасно. Это не очень, как бы, редкая позиция среди специалистов. К сожалению, вот среди шизов, долбоебов и пидорасов, да, всяких там тупых саентистов, такая позиция действительно редка, потому что они не разбираются в философии науки, потому что многие кандидаты наук по физике, биологии и прочим другим дисциплинам, к сожалению, не проходили философию науки на нормальном уровне. К большому сожалению, да, не смогли прочитать нормально Поппера, не смогли прочитать Локатоса, Куна, Фейерабанда, никого нормально прочитать не смогли. А если потом попытались, у них, в общем, жопа с этого сгорела. К сожалению, большинство саентистов, это настолько, даже среди ученых, это настолько наивные и тупые саентисты, что они находятся на вот начальном уровне вообще размышлений о всем этом научном. И да, скорее всего, среди ученых и, собственно, саентистов такая позиция действительно не распространена. Но среди специалистов она одна из, наверное, распространеннейших, таких вот, наиболее распространенных. При том, что я антисаентист, заметьте, я не то чтобы считаю, что фальсификационизм нам реально помогает что-то познавать. Просто мне в данном случае удобнее так определять науку, удобнее, удобнее и лучше, эффективнее. Многие люди, в принципе, плюс-минус согласны с тем, что фальсификация это один из главных критериев науки и, как следствие, ее можно критиковать как таковую. И критикую фальсификацию, ты критикуешь науку в глазах многих людей. Еще много других факторов, которые позволяют мне выбрать конкретно данный подход к определению. А когда вы нихуя не определяете, ну да, действительно, какой смысл тогда быть антисаентистом, когда у вас буквально все, что вам нравится, все эффективно, это наука. Ну и философия мне нравится, наука тогда. Я на нее опираюсь, да, что делать. То придерживаться я практически не встречал в современном дискурсе людей, которые придерживаются этой позиции. Это не значит... Охуеть. То есть он не встречал в современном дискурсе людей, которые придерживаются фальсификационизма. А Панчин он не встречал? Панчин он не встречал. Когда Панчин объяснял, как работает наука... Кстати, Панчин, 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 да, давайте так, давайте вот достанем, достанем вот эту вот табличку. Смотрите, strong, weak, narrow, broad. Вот это вот все, что связано непосредственно с... Best, best, only, only. Смотрите, все, что связано с broad, с глубиной здесь, я просто отсекаю. Все, что ниже, это не наука. Все, что в нижних краях, это не наука. Строгое и слабое определение, the natural sciences are only sources of knowledge, justification, rational beliefs or like. Вот это вот я придерживаюсь, да, вот такой подход в целом он уместен. И weak, соответственно, narrow, weak мне тоже подходит. The natural sciences are the best sources of knowledge, justification, rational beliefs or the like. Вот эти вещи я критикую непосредственно. Просто к этому сверху я добавляю, что еще критерий фальсифицируемости должен быть. Критерия фальсифицируемости, да, плюс-минус в других дисциплинах практически нет. Потому что есть вообще огромное количество дисциплин, которые вообще не строят теории. Ну вот, нет теории, нет фальсификации. Нет фальсификации, нет научного метода. Все, конец. Большинство научных, большинство вот этих вот академических дисциплин, они не руководствуются фальсификацией. Все, конец. Они для меня не науки. И для большинства антисоентистов тоже. И для поппера, блядь, и вообще много для кого. Вообще для огромного количества людей это не науки. Простите, ребята, да, оно так работает. И что, может быть, образцов скажет, что представителей, не знаю, Narrow Strong вот этого определения их не существует в мире. Или Narrow Week их тоже в мире не существует, может быть. Ну просто я добавляю фальсификацию. Фальсификацию кто добавляет тоже, как из важных критериев. Пинкер добавляет фальсификацию, как один из важных критериев. Панчин добавляет. И много кто еще. Это так вот из поверхностных людей, которых он знает приблизительно. Ну да ладно. Если что, что она неправильная, это значит, что она просто очень редкая, ее сложно отставить. Я отставлю скорее более в такую мейнстримную позицию. Очень сложно отстаивать, да, особенно если меня не слушать, конечно. Очень сложно отстаивать позицию, о которой, в общем-то, Никита Образцов просто ничего не знает. Я считаю, что наука это наилучший способ познания объективной реальности. Слово наилучшее, оно является оценочным. Тоже такое себе. А чем оно является? Наилучшим из возможных еще было сказано. Вывел и выписал себе то определение науки, к которому я в итоге пришел самостоятельно в ходе изучения разных источников. Так какое определение? Наука это целенаправленная деятельность. Целенаправленная деятельность, допустим. В первую очередь. Да, потому что, как правило, ученый занимается этой деятельностью специально, то есть он пытается что-то выяснить. Это позволяет отграничить научную деятельность от обыденного познания, когда человек делает что-то просто, потому что он просто живет. Вот он просто жив. Окей, целенаправленная деятельность, допустим. Он просто что-то делает. И вот, значит, научил, и вот он приходит к каким-то определенным идей. Верико определенным выводом. Например, о том, что, не знаю, в больше нужно добавлять столько-то соли, и не больше. Это нецеленаправленная деятельность. Может быть, целенаправленная. Так вот, это... Да, но не всякая целенаправленная деятельность наука дальше. Целенаправленная деятельность, направленная на постижение законов объективной реальности. Ой, а религиоведение не постигает законы объективной реальности. Законы. Законы не постигает. История не постигает законы объективной реальности. Социология не постигает законы объективной реальности. Анатомия не постигает законы объективной реальности. Математика не постигает законы объективной реальности. Медицина не постигает законы объективной реальности. Инженерия не постигает законы объективной реальности. Они все не про законы. Многие дисциплины про практику, какие-то про наблюдения, опыт. Зоология не постигает законы объективной реальности. Ну история так вообще не про законы. Вот марксизм пытался сделать так, чтобы история постигала законы объективной реальности. Законы эти диалектические, объективные. Как-то так, как-то так. Ничего себе. То есть смотрите, то есть смотрите, человек, который придерживается, человек, который придерживается broad-weak определения, the sciences are the best sources of knowledge, justification, rational beliefs or the like. То есть sciences не natural sciences, а просто sciences, просто науки все, гуманитарные, общественные и прочее. Неожиданно называет определение, которое противоречит вот этому квадратику. Просто противоречит вот этому квадратику. Потому что законы объективной реальности просто даже пытаются, да, просто вот попытки их открыть, они находятся только в natural sciences. Представители других направлений не изучают законы объективной реальности. Так Red Cake Ghost это не законы природы, это не законы объективной реальности. Просто есть некоторые, в общем-то, корреляции явлений в данном случае. Некоторые корреляции явлений происходят, Red Cake Ghost. Это не закон. То есть наука пытается стремиться к тому, чтобы постичь законно-объективной реальности. В той мере, в какой эта реальность существует. А если она не существует? А если наука не имеет доступа к объективной реальной реальности, да, к настоящей? Если все вокруг симуляция в таком случае? Здесь сразу же начинаются философские какие-то уловки и рассказы про то, что, ой, нет, а вот, значит, существование объективной реальности не доказано. Да, не доказано. В смысле философские уловки? В смысле, блядь, уловки? А ты докажи, блядь? А ты докажи существование объективной реальности? В смысле уловки? действительно существование объективной реальности это не научная категория то это нет его пиздец ну наук тогда ничего познать не может знание доказанная истина истина соответственно наше представление реальности объективная реальность не доказаны и недоказуемо допустим все наука ничего не узнает определение образцовый идет на хуй она сломана то есть мы выдвигаем гипотезу допустим религиологическое любое следование вот я все эти дебаты попытался построить вокруг конкретных примеров а мой парень постоянно пытался уходить какой-то теоретизирование постоянно пытался уходить в какую-то дедукцию и что он пытался делать он пытался брать вот это понятие наука деконструировать его как бы размазывать его на какие-то составные части потом критиковать отдельно эти составные части в итоге это все нихуя себе это называется анализ показывает что это все не работает играть нет вот значит вот наука это какая-то какая-то фигня это не работающим категории все остальное значит лол очень сильно он меня понял чел короче не знает как анализ работает мое почтение потому что примеры деградация приводите примеры примеры эта хуйня то есть смотрите по получается что смотрите как а давай давайте я сейчас порассуждаю как действует образцов образцов заранее считает что он знает что такое наука ну например я тоже буду знать что я заранее считаю что такое наука допустим я считаю что наука это тарологи от орал оги да какая разница Если религиоведение наука, то и торология наука. И я говорю, в любой науке должны быть какие-то объективные исследования. В торологии они, конечно же, тоже есть. Вот, например, у нас есть великий маг Марсель, который насоздавал вот эту колоду Таро и проверял их в своих опытах. Вот же молодец Марсель этот прекрасный, замечательный. А еще был великий маг Алистер Кроули. Вы что, не считаете Алистера Кроули ученым? А вы знаете, что он формировал все свои вот эти вот, не знаю, интерпретации карт Таро, исходя из эмпирического опыта. Он конкретно опрашивал людей, там делал расклады и опрашивал, что у них потом случалось, чтобы составить там целый такой вот это. То есть, вот что такое, блядь, примеры, но они не работают, потому что мы заранее помещаем какой-то предмет вот в этот кружочек наука. Вот у нас круги Эллера есть, да, допустим. У нас вот мы внутрь поместили кружок. Религиоведение? Наука, блядь. Религиоведение наука? Наука, там, не знаю. Есть говно? Наука, например. Ну, собственно, нам нужно найти что-то общее между религиоведением и есть говно, вот чтобы, да, вот оно вот совпало, чтобы их вместе наукой назвать, как минимум. А в общем-то у них не так уж на самом деле и много. Если вот такими примерами спекулировать, мы ничего не добьемся. Тут никакого доказательства нет и быть не может. Это просто тоже деградация. Я игнорировал примеры специально. Я игнорировал примеры специально, чтобы, ну, не позорить оппонента. Это стыдно, блядь. Стыдно, нахуй, приводить какие-то примеры. Если они не иллюстрирующие. Ну, то есть, можно, конечно, проиллюстрировать что-то примером, но доказывать что-то примером, это, блядь, пиздец, это шизофрения, нахуй, это шизофрения, это детский сад. Это детский сад. А вот у Пинкера там, вы знаете, что было? А, вот наука, блядь, была, короче. Ну, охуенно, чё? Круто. Круто, это не работает, это не доказывает ничего, это вообще никак не работает. Ладно бы он взял, собрал там большую, короче, какую-нибудь такую, да и то, блядь, да и то, непонятно. А как собирать в круг всех учёных, да? Он мог бы собрать там, в пример, всех там учёных, допустим, и сказать, что все учёные там открывали вот эти вот законы, безусловно. Безусловно, там, вот этот открывал, этот открывал, этот открывал, этот открывал, вот тот открывал, вот пятый открывал, десятый открывал, седьмой открывал. И так можно бесконечно перечислять, потому что всё равно у вас индукция будет неполная, а выводы из неполной индукции, они какие? Они вероятностные, неожиданно, кто мог, блядь, подумать. А вы знаете, какие выводы бывают из индукции, состоящей из одного примера? никакие нахуй никакие никакие если я увижу на улицу никиту образцовую передо мной споткнется и упадет лицом об асфальт я не буду считать что никита образцов всегда падает лицом об асфальт я не буду считать что это его свойства понимаете и поэтому я не буду по одному двум трем ученым или там по одной дисциплине которая даже научно не считаю что-то делать какие-то выводы о науке вообще примеры они не работают понимаете в лучшем случае если у вас есть доказательства а потом можно пример привести иллюстрирующий все нормально пример вносит функцию иллюстрации не доказательства вообще не доказательства не может ничего доказать его нельзя использовать дебата только если вы не считаете что вас ваш оппонент тупой например ну вот если вы считаете что ваш оппонент тупой и вы Пытаетесь ему примером прояснить что-то Это возможно, это нужно делать Если вы считаете, что ваш оппонент тупой И он никак на это негативно не отреагирует Но, блять Я вот серьезно, я просто подумал, что он просто считает Что я тупой и сижу такой, просто их пропускаю Мимо этих примеров, потому что они ничего не значат Они ничего не доказывают Реагировать на эти примеры это кринж Прикиньте, я бы Контр-примеры начал приводить Там я не знаю А вот какой-нибудь великий ученый Парацельс Создал теорию стихий в алхимии У него получалась крутая алхимия Он был классным медиком И он не верил В вашу науку ебаную На хую ее вращал И вообще там верещал И вообще был классным Вот прикиньте, я бы так аргументировал Вот буквально так А вы знаете Был такой антисиентист Там фееробенд Он гений Настоящий гений Просто мастер Вот он считал Что-то Та-там Та-та-та-там Да ну нахуй Да ну нахуй Ну кто-то Кто так вообще аргументирует Ну нахуй это вообще надо Уф Не приводил никаких компетных примеров Даже когда я просил привести пример Тому Чтобы такое работало Хорошо Для объяснения объективной реальности И не стала часть Да ничего не работает хорошо Для объяснения объективной реальности Никита Проснись Блядь Ничего не работает Ничего блядь не работает Очевидно Да Ну так чтобы было прям сразу О действительно работает Ничего блядь не работает Никита Наука это набор Всяких шизофренических методов Которые нихуя не узнают И не могут постичь объективную реальность Возможно Возможно не могут Я не знаю Но судя по всему не могут И доказать этого не могут Что самое главное И ты Никита Не можешь этого доказать Не можешь блядь Не можешь Не получается у тебя Ты аргументируешь К авторитетам Каким-то шизоидным примером Я не этот пример пропустил Только по одной Лишь единственной Блядь причине По одной лишь причине Потому что Ну как бы Довольно Знаешь Как-то вот Разочаровывающе Разочаровывающе Было бы тебе Тебя осведомить в том Что скорее всего Все эти науки Не имеют никакого отношения Ни к познанию Ни к действительности Ни к реальности Ни к какой вот Объективности Соответственно Вот для тебя Наверное Это было бы прям Шоком таким Гигантским Как вообще Можно определить Кто что Лучше познает Я во время Вот этого примера Когда он просил Меня его привести Я думаю Какие эффективные методы Вообще в науке Существуют Ну познание Имеется ввиду Мы же про познание Говорим Да Какие эффективные методы Познания в науке Существуют Я сижу такой И думаю Что я ни одного Не знаю Эмпирика Хуйня Соответственно С эмпирикой Вы ничего В общем-то Реально Вы можете И не познать Ну При условии Что непосредственно Реальность Устроена таким образом Что это Познать невозможно Такое может быть Вполне Что еще Теория Математика Да то же самое На самом деле Вы с математикой Не выйдете За пределы Вашего эмпирического Опыта Ни в коем случае А если Ваша наука Не познает Реальность Ну можно И вообще Сфера познания Нахуй Выкинуть Ну как говорится Да То есть она Здесь имеет Такое же значение Для меня Как и философия Для меня Уровень Научного Познания Вот теоретического Вот этого Все Который закон И постулирует И формирует Картину мира Людей Абсолютно Равновесен С философскими Методами Со всеми Блять Вообще Со всеми Я не вижу Никакой Качественной Разницы А к сожалению Их наука Не включает По большей части Ну опять же Да Сейчас Образов скажет Ну как же Вот феноменологию Пук-пук Религиоведение Включает Хотя мы Религиоведение Я наукой не считаю В данном случае Конечно же Ну окей Допустим Феноменология Вот допустим Да действительно Религиоведение Имеет свои исследования В рамках феноменологии Это правда Ну еще с того Зато миллионы Других методов Которые разрабатывались В разных философских течениях Не включаются в науку Степень эффективности И доказательности Этих методов На мой взгляд Одинаковые И равны Они нулю Нулю Равны нулю Уровень доказательности В рамках науки Равен нулю Соответственно Ноль Ноль Ничего не доказано Как было не доказано Так и остается Не доказано Одинаковый ноль Везде Что религия вам говорит В Иисуса Христа Уверуй Что наука вам говорит В нашей теории Эмпирический опыт Уверуй Соответственно Вот у нас Фальсифицируемые теории И великие специалисты Вам вот не спаслали Объективные Самые хорошие Замечательные методы Разницы Никакой Не вижу В общем то В степени Соответствия Тех представлений Которые получаются Истине А они должны Соответствовать Истине Потому что Иначе у нас Нет чего У нас нет знания А нет знания Нет познания Соответственно То есть Понимаете Чем дело Истинно Необходимый Атрибут Знания А знания Необходимый Атрибут Познания Все Ну да Главная проблема Дискуссии Философских Дискуссии С философами В том что Тебя постоянно Пытаются Плоскости фактов Перезбить И увести В плоскость Каких-то Абстрактных Рассуждений Нихуя себе Тебя пытаются С плоскости Фактов Увести На плоскость Каких-то Абстрактных Обсуждений А вы знаете Что такое Теория Революции Вообще Знаете Что такое Любая теория Это абстракция Это плоскость Абстрактных Рассуждений Блядь Нихуя себе Нихуя себе Там теория Струн Это плоскость Абстрактных Обсуждений Блядь Пиздец Естественно Отбор Это плоскость Абстрактных Рассуждений Блядь Да как же Так Нахуй Ууу Мы вышли Из плоскости Фактов Как же нам быть Если бы мы были Только в плоскости фактов мы бы молчали, на самом деле. Неожиданно. Если бы мы не абстрагировались вообще никаким образом, мы бы просто молча проводили все свои дни и ни одного слова произнести не могли. Мы всегда находимся за пределами плоскости, в кавычках, фактов, даже в науке. Теория эволюции напрямую не следует из тех фактов, которые под нее закладываются. Это не единственное прямое и нелогическое следствие. Это не дедуктивное следствие. Вообще, в принципе, оно и не может быть дедуктивным. Потому что мы не можем получить дедукцию, когда мы индуктивно вверх следуем. Это обратные процессы. А из неполной индукции что у нас следует? Из неполной индукции? Ничего, блядь. Сомнительные выводы у нас следуют. А поэтому никакое итоговое доказательство, знаете что? Невозможно, блядь. Невозможно. Вот. Мы можем, конечно, пытаться выводить что-то из любой теории, включая теорию эволюции. И мы можем пытаться это фальсифицировать. Но это, опять же, будет добавлять в копилку нашего опыта лишь один факт. Один факт, да? Одна фальсификация это плюс один факт в нашу копилку фактов. Понимаете, в чем дело? С тем же самым, в общем-то, успехом мы могли бы этот факт найти ранее и не сформулировать, допустим, ошибочную теорию. Вот как-то вот так могло это сработать. Но мы еще фальсифицируем отдельными фактами и теории перерабатываем, пересматриваем. Но все-таки, но все-таки, но все-таки, понимаете, в чем дело? Теория эволюции, как и любая другая теория, не могут быть доказаны. Вообще не могут, блядь. Нет, 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 нет. Нету никакого способа доказать никакую теорию. Вообще, блядь, никакую. Ноль. Ноль способов. Ноль, блядь, способов. Ноль способов. Если бы вы видели 10 за свою жизнь белых лебедей, это не значит, что нет ни одного черного, блядь. Понимаете, если вы за всю жизнь встречали только те факты, которые соответствуют вашей теории эволюции, это не значит, что все возможные факты, которые вы когда-либо встретите, за всю историю человечества они соответствуют, они вдруг это, совпадут с теорией эволюции, у вас нету вообще никаких, в общем-то, надежд на это. Вообще, в принципе, не знаете столько параметров, возможно, которые только можно себе вообразить, да, там, с переменами законы природы, там, с переменами еще какой-нибудь хуйни. Вообще, нихуя не знаете, но делайте выводы о том, что вы доказали. Может, инопланетяне меняли ДНК у живых существ, и, соответственно, вот у вас получились изменчивые существа. Может быть, Господь Бог их такими создал и менял их постоянно. Аллах, не какая-то эволюция, как закон это делала, Аллах лично это делал, может быть. Нет, Никита Образцов скажет, да не, наука-то это все поздала, ну и ладно, Аллах и Аллах, какая нахуй разница, Аллах не фальсифицируем, там, все дела. Какая к черту разница, Аллах-то все порешал, ну и это все равно мы, ученые, типа, знаем, это объективно и все. Кринж. Закон каких-то абстрактных рассуждений. Так вот, значит, научная методология, она разная в разных науках, при этом ученые занимаются однородной деятельностью. Какой же однородной деятельностью они занимаются? Потому что у этих методов, которые используются разными науками, общий принцип. Какой? Какой общий принцип? Давай, какой общий принцип у всех наук? Какой общий принцип у физики и религиоведения? Принцип такой. А какой общий принцип у медицины религиоведения? Какой общий принцип у математики и религиоведения, мать твою? Мы выдвигаем какое-то предположение о том, как функционирует... Предположение или гипотезу? Важно. Объективная реальность? Какая объективная реальность? Вы не работаете в религиоведении таким образом, что вы фиксируете предположение о том, как работает в кавычках объективная реальность. Вы, блядь, книжки читаете? ваша основная задача как и у любых гуманитариев читать книжки и пытаться в них разбираться переводить их работать с ними конструировать ту картину которая в этих книжках описывается и собственно источники так или иначе ими манипулировать лол блять затем мы это предположение начинаем проверять с разных точек зрения мы либо охуенно начинаем проверять это предположение с разных точек зрения дам охуенно эксперимент самый эффективный способ до самый эффективный способ а где в религиоведении эксперименты ставятся и сейчас никита такой знаете поставлен да так не спите эксперимент не является специфическим методом религиоведения так-то так же как не является специфическим методом истории до история может использовать ну как эксперименты дать нихуя не эксперименты на самом деле то есть есть всякие реконструкции реконструкции не являются экспериментами самим сами по себе это что-то совершенно другой вообще совершенно другой какой-то процесс либо если эксперимент не работает мы используем другие методы как лирже это метод скажем анализа биографии на в чем тогда похожесть то есть то есть смотрите у нас есть огромное количество разных дисциплин которые функционируют по очень разным законам из общего мы типа но очень стараемся быть объективными общий принцип наук познания объективной реальности да я понял шизофрения короче принял понял принял офигенно так что у нас реально какие методы общие набрались то есть эксперимент эксперимента почти нигде кроме соответственно естественных наук нет математики нет эксперимента ну нахуй математику кстати объективной реальность и математики тоже скорее всего нет пошла вон отсюда . вот что у нас еще в логике тоже нет объективной реальности тоже нахуй логику получается не наука что у нас еще получается дальше что у нас еще есть в религиоведении но тоже это не экспериментальная область по большей части чё нас история не экспериментальная область я даже более того сказал анатомия не является экспериментальной областью потому что ну соответственно там многое на наблюдение строится основной метод той же самой анатомии точно не эксперимент есть огромное количество дисциплин даже внутри так называемых естественных или медицинских в которых в общем-то эмпирический эмпирический опыт эксперимент конкретно как метод не является каким-то решающим в общем-то звездом да и какую нахуй эффективность имеет эксперимент вообще задумайтесь чем может сделать эксперимент эксперимент не проверяет экспири единственная функция эксперимента это опровержение это при усложнении самой концепции это опровержение может перестать быть релевантным например 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 я не знаю допустим мы берем два предмета разного в разные массы мы сначала убеждены как в этом был убежден аристотель что предметы разной массы падают с разной скоростью классический эксперимент но мы берем и выкачиваем воздух из двух трубочек и пускаем два предмета разной массы например перышко и например гирьку какую-то они падают неожиданно с одинаковой скоростью вот Мы таким образом наебали Аристотеля. Допустим, наебали Аристотеля. Но, допустим, Аристотель все еще жив, и он хочет побороться за свою концепцию. И он в данном случае говорит, и он в данном случае, допустим, говорит, вносит какую-то дополнительную переменную. Он говорит, что если мы, например, выкачали из-за, соответственно, вот этих вот трубочек, в общем-то, воздух, мы там, не знаю, выкачали жизненную энергию, там, чего-то там, да, и лишили там, допустим, эту хуйню живительной, там, интелехии, там еще чего-нибудь, не важно. Не важно, что говорит Аристотель, но он, в общем-то, вводит какие-то новые построения, которые позволяют описывать этот опыт и при этом оставить всю остальную его теорию такой, какая она была до этого. Вот. В принципе, оно и так могло быть, но Аристотель, к счастью, умер уже к этому моменту, и он ничего такого сделать не смог. И какой же эффективностью в таком случае обладает опыт? То есть, доказать опытом ничего нельзя. Ну, как экспериментом имеется в виду. Как вы экспериментом что-то докажете? Ну, показали ваши трубочки, там, какие-то вот такие параметры. Ну, пропустили вы, например, допустим, там фотоны через что-то, и у вас определенный результат есть. Что этим доказывается? Ничего. Этим может что-то быть опровергнуто. Доказано, ничего быть не может. Ну, и с опровержением проблемы возникают, потому что небольшие переформулировки теории могут вести к тому, что, ну, не будет эта теория окончательно опровергнута. Чуть-чуть, там, теория, там, не знаю, А-штрих-1, она уже будет сложнее, чем предыдущие, и будут учитывать этот эксперимент. И все, конец. Как-то вот так вот это работает. Метод математической лингвистики, когда мы изучаем знаки препинания, мы начинаем использовать различные методы. Охуенно. А еще мы в философии используем различные методы, а еще мы в теологии используем различные методы неожиданно. Очень похоже. Кстати, если Бог реален, если Бог реален, то тогда теологи изучают объективную реальность лучше, чем ученые. Значит, они настоящие ученые, теологи, а не ваши обоссанные ученые, кстати. Если существует христианский Бог, никто не изучает объективную реальность лучше, чем теологи. Ну, потому что реальность они изучают, да, вот Бог есть, есть все. Изучают самую охуенную реальность в самом, в общем-то, абсолютном смысле, в котором только можно. Бог объективен, ну, идеализм-то объективный, значит, Бог объективный здесь, окей. Методы объективные? Да, конечно, объективные, блядь. Библия, что может быть объективнее? Конкретный текст, сиди, изучай, читай, выводи из него всякие штуки своими методами. Конечно, объективный метод, куда же там иначе. Все объективно, поехали дальше. И в результате мы получаем соотнесенность нашей гипотезы с какой-то реальностью? Опять же. Нет, мы не получаем соотнесенность нашей гипотезы с какой-то реальностью никогда. Более того, гипотезы не проходят фальсификацию, а фальсификация, вот как раз когда эксперимент происходит, это и есть процесс фальсификации, ее проходят теории, блядь. Бессмысленно опровергать гипотезу, которая еще не окончательно сформулирована, потому что эта гипотеза может быть сформулирована там буквально несколькими словами. Мир состоит из маленьких залуп, например. Мир состоит из маленьких залуп. Вот они такие маленькие залупы, они там летают, допустим, и как-то друг с другом связаны. Может быть, он и состоит из маленьких залуп, мы на самом деле не знаем. Но мы это и опровергнуть пока что не можем, пока у нас нету строгой логической схемы, которая появится уже в теории, да, строгой системы представлений, у которой сама по себе логически связана, и с которой есть логические следствия, которые являются в том числе и эмпирическими. И вот когда вот эти логические эмпирические следствия оказываются опровержимыми, то есть фальсифицируемыми, мы можем пытаться опровергнуть конкретно вот этот вариант данной теории. Там, допустим, эти залупы, они связаны маленькими такими палочками, узелочками, лобковыми волосами, и получается такая вот залупная сетка. Соответственно, залупная сетка. Залупной сетки состоит, весь мир получается. Из этой залупной сетки весь мир состоит. И по нашим формулам эти залупные сетки распространяются вот по такому фрактальному закону. И, соответственно, вот залупные вот эти вот сетки, да, в итоге должны проявлять такие-то вот эффекты в эксперименте. Все, проводим эксперимент, проводим эксперимент по залупным вот этим штукам. Он, скорее всего, проваливается, теория объявляется ложной. По крайней мере, в той формулировке, в которой мы, в общем-то, ее видели. Все, научный метод. Вот он так вот работает. Но для этого нам реально надо теорию составлять. Сказывать, ой, нет, вот наука не доказала, что наука базируется на недоказанных предположениях о том, что вот мир реально существует и так далее. Так ты перечисли все, собственно, основания непосредственно естественной установки. Перечисли все основания естественной установки. то есть исходя из того что я произносил исходя из того что я произносил никита образцов усвоил только стимуляции только блять симуляции прикиньте только сука симуляции ему в голову запали к большому сожалению никита образцов не запомнил основные моменты связанные с естественной установкой ну во первых мир является естественными только естественным ничего сверхъестественного не существует это первое убеждение ученых который является необходимым для начала науки методологически иначе наука будет невозможно бритва окома не умножай сущностью тоже она является необходимым свойством науки по-другому быть видимо пока что не может мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях в любом месте в любое время тоже очень сильное убеждение но без этого научные методы и выводы не имеют никакого значения и научная логика просто вот ломается в любой момент в какой я просто захочу а это не доказанное предположение если законы эволюции допустим работаю сейчас это не значит что они работали сто лет назад 200 миллион миллиард квадриллион квадриллиард это просто убеждение что они так работали и просто исходя из этого убеждения мы можем экстраполировать определенные вещи ну так скажем на миллионы миллиарды лет нам просто так удобнее ну следующее убеждение что наблюдаемый мир точно не является иллюзией мир принципиально измерим это нам дает какую-то информацию о нем и более того то что существует может быть обнаружено прямо или косвенно с помощью технологий эти убеждения которые я перечислял в дебатах они почему-то мимо самого в общем-то никиты прошли и все они недоказуемы все они недоказуемы каждая из них недоказуема бритву окума вы вообще не докажете то что мир является естественным и только естественным вы тоже не докажете но без этого научный метод просто невозможен он может перестать любой момент работать у вас там не знаю злокозненный демон в любую секунду вашего мира закапывает под землю к вам окаменелости вот уже строит днк всяких существ чтобы вас наебать чтобы вы думали что эволюция существует и все это он делает пять тысяч лет назад чтобы наебать гоев тупых понимаете которые веруют в науку моя точка зрения всего этого просто попытка увести разговор сторону и это то за что я терпеть не могу философию особенно современную философию особенно философию лол я не посмотрю не заебал за попытки просто перевести разговор совершенно другую плоскость понятно что философ какую другую плоскость какую блять другую плоскость это и есть сущность науки в данном случае мы обсуждаем сущность научного познания и происходит ли познание вообще и насколько мы можем быть уверены в том что это познание происходит по факту не на сколько 0 процентов уверенности в том что наука говорит на правду 0 0 процентов уверенности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 процентов уверенности философии науки тоже должны есть вы хлеб но на мой взгляд это не работает мы выдвигаем гипотезу и затем мы пытаемся эту гипотезу опровергнуть первую очередь не подтвердить опровергнуть если мы находим охуенно только проблема заключается в том что большинство дисциплина не так не работают потому что если вы находите какой-нибудь текст в религиоведении неожиданно вы скорее всего подтвердите какую-то из гипотез гипотез сразу много не гипотез предположений много о том а чё там могли думать эти древние буддисты допустим вот мы достаем текст а вот что они думали очевидно все понятно тема закрыто поехали дальше то есть понимаете в чем дело в религиоведении и в истории например может произойти такой момент когда а ну все понятно да мы читали приняли вот а вот так она видимо и было физики математики такого быть физики и биологии такого быть скорее всего просто не может когда речь идет о фундаментальных научных теориях что они всегда строятся ну на очень недостаточном опыте если нам пытаются рассказать что значит вот это все сделал барабашка или макароны монстры и бог или кто-то еще ну просто как то есть наука просто это выводит за скобки говорит вы круто и пожалуйста это обсуждать у себя где-нибудь в рамках теологии и в рамках значит какой философии религии но к нам в науку наука не говорит наука не субъект пожалуйста не лезьте это не имеет никакого отношения к к научным объяснением одни медникова отношения к нашим догматическим представлениям о том как мир устроен или должен быть устроен то есть у нас есть натуралистические объяснения есть не натуралистические мы выбираем натуралистический просто так блять просто потому что заметь я здесь подчеркивал тоже неоднократно дебатах это не значит что не натуралистическое объяснение может оказаться истин абсолютно не значит потому что если если наука исследует только натуралистические объяснения они натуралистическое объяснение может оказаться истинным значит наука может не иметь никакого отношения к объективной реальности то что реальность это истина блять чувак прикинь прикинь нахуй прикинь это же истина как это может быть но то есть как мир на самом деле устроен также это может так быть то как же сложно доказаться что бог существует что мы все ошибались ну те кто не верит бога а были правы те кто бога верил или ученые тогда ошибались ученых много проблем тогда появятся с их теориями многие объяснения которые они ищут окажутся бессмысленными учет зарплату ученого напрямую зависит от того сколько статьи он публикует и и в каких журналах это с эти статьи публикует публикуется отсюда подтасовки фейковые гипотезы значит левые абсолютно которые как каким-то иначе способом построены не научным способом это гипотеза должна быть на учителя она должна проверяться допустим он выдвигает гипотезу и потом пытается ее подтвердить они опровергнуть он не ищет факты которые могли бы ее проверить это уже плохая наука плохая наука плохая наука причем никита заметил он регулярно на протяжении всего видео путается что там теория она подвергает или опровергает и смотрите я напоминаю вам что никита также сказал что теория эволюции она как бы несомненно что шадов сомневается в теории эволюции или как-то так он это выразил типа в ней что ли можно сомневаться она доказана думает никита смотрите когда если как же она может быть доказано если научные гипотезы теории они они не под они не ищут подтверждений как это было с теории эволюции как до сих пор остается теории эволюции когда люди пытаются доказать теорию эволюции они пытаются найти как можно больше и подтверждений вот а надо искать опровержение продолжать до бесконечности мы никогда не можем быть уверены в том что эта теория истина по сути потому что потому что индуктивный опыт которые следуют из непосредственно неполного набора фактов он у нас всегда неполный он всегда будет неполным да всегда будет вероятностными всегда будет носить вероятностный характер это слишком легко это слишком просто и поэтому никакая теория включая теорию эволюции не может быть доказано и более того никита вроде бы и признает что теории не доказываются в науке они опровергаются да но все кроме теории эволюции видимо все кроме теории эволюции они опровергаются запомните этого теория эволюции она подтверждается работает наоборот понимаете как-то стрелочка повернулась неожиданно стрелочка вот та вот которая вот уники вор вот она вот так вот 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 на 180 градусов повернулась неожиданно получилось в научном сообществе как я говорил на дебатах вшит механизм от браковки плохой науки зачастую от браковка плохой науки приводит к браковке хорошей науки как это было случай с веганом опять же сейчас потом неблагопишет в науке есть какие-то теории основанные на индукция на дедукция сложно сказать вшит механизм от браковки плохой науки почему мы называем это плохой наука если это не наука вообще то есть если ты сказал что у нас определенный научный метод вообще он все все определения в одну кучу говна намешал честно говоря тут разбирать просто нечего то детский сад конечно это раз во вторых в этой кучи говна прозвучала такая идея о том что наука это определенный метод где у нас соответственно опровергаются теории то есть вот наука равно вот этот метод опровержения теории как же у нас может быть плохая наука если вот этот метод не действует по методу данной собственно от браковки фальсификации как это вообще может быть вы понимаете вообще какой поток слов абсолютно нелогичных абсолютно не составленных в одну единую целостную систему просто поток слов ничего не означающий поток слов у человека понимаете у него как бы праведное недовольство вот исходя из его глупости видимо и того что не смог понять что мы пытались донести у него у него просто проявляется сейчас недовольство тем что в целом кто-то пытается как-то нормально адекватно логично определить науку сделать определенные выводы из этого определения ну и соответственно посмотреть как все работает да то есть по сути по сути так как она получается мы берем выдвигаем так скажем гипотезу и потом начинаем делать проверочные всякие опыты получается да но в к это все в кавычках просто не настоящие опыты да это опять же не это все еще не научно это не настоящие опыты но все таки да мы берем определение науки допустим наука это натуралистический это способ это метод составления натуралистических фальсифицируемых теорий что из этого следует а например из этого не следует что например таро является наукой до таро таро не является наукой например из этого следует это хорошо и не может являться наукой не может являться наукой таро ненатуралистично как минимум уже хорошо нас радует это астрология не является наукой хороший вывод только у нас есть недостаток в таком случае потому что анатомия например не является наукой потому что фальсифицировать что-то в анатомии довольно трудно ну потому что довольно такая вот но наблюдательная дисциплина вы можете взять все вы можете сделать надрез вы можете посмотреть соответственно например зоология но зоологии тоже что-то там сложно фальсифицировать потому что вы изучаете животных их поведение всякие характеристики измеряете это ваша основная задача все что вот остальное она вот как вот бывает вот поверхностно добавляется но вот как бы вот у вас вот такая вот основная задача следующая основная задача вот вы религиовед вы сидите читаете тексты ознакомливайтесь с разными текстами материалами иногда и другие вспомогательные методы безусловно но не вспомогательные они вспомогательные это тоже хорошие методы они иногда получаю помогают что-то получить но основной метод мы знакомимся прежде всего с источниками мы их трактуем мы их изучаем это основной метод практически всех гуманитарных наук соответственно да и применяем к нему некоторые основы и наши германефтики соответственно вот база гуманитарных наук вот и здесь у нас вот в это в основе религиоведческого метода у нас нету места тоже фальсификации фальсифицируемости потому что мы не строим гипотез и теорий нет наверное есть какие-то шиза религиоведы которые пытаются придумать какую-то общую теорию возникновения религий но далеко не все религиоведы это делают соответственно и для многих может быть покажется что это довольно странная вещь вот такими законами заниматься так постулировать законы истории соответственно нет серьезно скорее всего по частным примером мы несколько религиоведов которые составляют общие теории возникновения религий мы найдем мы найдем мы действительно их найдем но это не специфика для всей дисциплины когда дачу это просто на разных языках три часа разговаривают один говорит одно второе другое один приводит конкретику в тропе будет интересную теорию действительно интересно я не грешу это что-то там но я бы хотел какую интересную теорию я привел сука по моему единственный кто излагал какую-то в кавычках теорию непоследовательную да по поводу философии науки им был непосредственно никита образцов его теория была полностью уничтожена и деструктирована абсолютно аннигилированная и разорвана на куски к сожалению он этого не заметил но вот бывает потому что все это просто все это просто болтовня ваша философская понимаете нахуй логику нахуй аргументы все это не должно работать должны работать примеры примеры блять а что что в качестве примера приводить а что в качестве примера приводить того что я не знаю ну я не знаю относительно науки. Вот что в качестве примера того, что наука там работает или не работает приводить? Как бы, тут как бы так, понимаете? Никита просто заранее определил науку таким образом, что она, по его мнению, просто собрала все в себе самое эффективное. И причем наука не равно академическая деятельность. Понимаете? То есть вся хуйня, которая в академической деятельности присутствует, это не наука. Понимаете? Это не наука. Ну ее нахуй. При этом наука это какая-то эффективная методика, которая не подходит к большинству областей науки. Ну, блять, такое себе уже. Но еще наука это сообщество какое-то, но сообщество-то оно академическое, но не все академическое сообщество подходит к науке, потому что, ну, не все оно хорошее, его надо как бы выкинуть большую часть из него. И как определить эффективность, хорошесть, классность, абсолютно непонятно. Магия. Магия мировоззрения Никиты Образцова, ну, это, конечно, да, прекрасно. И основная проблема заключается в том, что у него в голове просто каша, как и у большинства сайентистов. Людям насрали в голову, людям тотальной пропагандой, дебильнейшей пропагандой, абсолютно идиотской пропагандой науки, засрали голову настолько, что они всеми способами, причем именно эмоционально, риторически, пытаются убедить себя и всех окружающих в том, что наука работает. Они эмоционально очень впряжены в это дело, сайентисты, им очень нужно доказать, что все вокруг неправы, там, все, кто критикует науку, они неправы. Вот смотрите, вот наука, вот у нас религоведение есть, оно включает в себя там, я не знаю, феноменологию там в себя включает. Ну, нихуя себе. А история включает в себя феноменологию, кстати? Или в истории это неэффективный метод? Ну, я просто не знаю, может быть, включают. А диалектику включает в себя история. Может быть, это тоже эффективный метод, откуда я знаю на самом деле. История, да, Фоменко-Насовский. Вот они, ну, хорошие ребята, наверное, которые ученые, математики, все остальное. Но они выдвинули суждение, которое подлежит проверке. Это суждение было проверено, и это суждение было отвергнуто. Кстати, поэтому я, например, не считаю, что Фоменко-Насовский это псевдонаука. То есть, да, это псевдонаука в том мире, в какой они пытаются аргументировать свои тезисы какими-то странными способами, да, через какие-то фейковые там, это фричаство и все остальное. Ну, в общем и целом, это, конечно, научные гипотезы, которые нуждаются в проверке. Почему это гипотеза? Ну, я просто, я не понимаю, почему он считает все гипотезами вокруг. Почему люб... Всякое предположение является гипотезой? Коль насрал в поле. Это научная гипотеза, ребят. Здравствуйте. Добро пожаловать. Класс. Почему конкретные события, да, являются гипотезами неожиданно? И как их опровергнуть? Еще и опровергнуть таким образом, чтобы они не подтвердились. В этом проблема, да, в том, что научная гипотеза, ну, точнее, теория, имеет такое свойство, что в случае попытки ее опровержения, неудачной, да, она не доказывается автоматически. И поэтому фальсифицируемость, она сохраняется на многих этапах, на бесконечном множестве этапов, даже на самом деле. Это важнейшее свойство теории. А всякая гипотеза, она должна перейти в теорию, иначе ее невозможно проверить, очевидно тоже. Высказывание, конь насрал в поле, не является ни гипотезой, потому что гипотеза переходит в теорию, ни теорией, потому что мы можем пойти в поле и проверить, насрал ли там конь. Все очень просто. Петр Первый, не знаю, воевал против китайцев, например. Вот вам высказывание. Это не гипотеза, это не теория, это предположение. Мы смотрим в тексты, мы, например, не находим ни одного факта, который бы нам говорил о том, что Петр Первый воевал против китайцев, вообще ни одного. У нас нет никаких оснований так считать. Все, конец. Закончено. Все, 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 все кончилось здесь на этом этапе. Пока мы не найдем соответствующие факты, которые нам скажут, что Петр Первый все-таки воевал с китайцами, вот там книжку какую-то, первая русско-китайская война, первая научная русско-китайская война, причем древнюю какую-нибудь книжку такую, которая со времен Петра Первого сохранилась. У нас нет никаких оснований так считать. Могут быть косвенные основания, ну да, но все равно пока вы источник не найдете, который подтвердит что-то, пока он подтвердит что-то, ну вы ничего говорить здесь не можете. И вы еще можете найти источник, и вам еще его проверить желательно, надо соотнести с другими источниками, с другими какими-то параметрами. Но здесь речь идет о конкретном событии, ну или о конкретной группе событий. Война это конечно не единственное событие, это группа событий. Но вообще как уже разбиралось уже множество раз, да, когда мы разделяем науки на гуманитарные, например, и естественные, допустим, как это Дильте делал, да, что здесь происходит? Какая специфика у естественных наук? Естественные науки выходят в законы, они следуют по методу обобщения, из индукции они следуют в общем-то в общее. А гуманитарные науки разбирают частные ситуации, частные тексты, частные события, частные какие-то религиозные представления, они занимаются частными такими вещами. Принципы этих дисциплин радикально разные, они фундаментально отличаются друг от друга. И это правда. Они буквально, фундаментально отличаются друг от друга. Даже если иногда одни методы попадают немножко в другие методы, частично там в историю, примешивается какая-нибудь там археология, внутри археологии есть метод там, не знаю, какого-нибудь датирования, да, там не знаю, разного датирования, причём не только радиоуглеродного, разного датирования. Это всё равно ещё не делает историю естественной наукой. Поскольку эти гипотезы не были проверены, в достаточной степени, точнее они были проверены и они были опровергнуты, то это просто лошадионоложные гипотезы, всё. Философ может сейчас начать рассказывать, ой, а ведь есть разные теории истины, А вот есть корреспондентная теория или корреспондентская, а вот есть прагматичная. Не, я только настоящие теории истины следую. Я бы тоже уклонился от этих дискуссий, я бы сказал, то, что работает для объяснения и, возможно, прогнозирования событий окружающего мира, то и наука. Вот действительно. А, еще и прогнозирование у нас, на самом деле, оказывается. То есть, смотрите, то наука – это сообщество, то наука – это методология, которая получает объективную реальность, нам позволяет открывать. То наука – это то, что работает, то наука – это то, что позволяет нам что-то объяснять. А объяснить и открыть реальную истину – это еще нет неравные значения. Получить кое-какое объяснение, любое может вообще все, что угодно. Любая модель, религиозная, философская, может дать объяснение любым событиям. Приведите мне пример. Вот опять же, я к Александру три раза обращался в ходе дебатов. Того, чтобы очень хорошо работало, чтобы объясняло окружающий мир. Объективное что угодно объясняет окружающий мир. Объективные закономерности развития окружающего мира. Что такое объективные закономерности развития? Редкий гост пишет, ну для него реально наука – практика, он просто сформулирует сложно. Нет, для него наука и редкий гост – это ничто. Он не может сформулировать это, потому что он не понимает, что такое наука для него самого. Для него это просто набор разных клише. наука это практика наука это метод наука это сообщество наука это фальсификация наука это верификация наука это у нация блять наука это хорошо наука это эффективно наука это работает наука это проверяемость он берет и накидывает соответственно вот эти вот штуки это просто большая тотальная безостановочная каша в голове не более того и при этом был бы отвергнут ногой на основании того что это какая-то чепуха вот это не философия не знаю вся философия вся религия нормально описывает окружающую действительность не хуже чем наук наук и так далее я на таких примеров не знаю но с точки зрения истины имеется ввиду я могу быть в одинаковой степени уверен как в науке так и в религии в любой абсолютно любой в любой философской системе актом плевать на ваше мнение то что вам лично не нравится наука вам не нравится ученым хотите оставить какую-то радикальную позицию это не значит что факты от этого перестают мне нравится наук кто сказал что мне наука не нравится просто наука сейчас очень догматичная шизофатичная религия можно даже сказать до который поклоняется огромное количество людей из-за науки у людей тотальный догматизм каша в голове шизофрения но как у никита образцова приблизительно сожалению люди страдают интеллектуальным недомоганием у них не хватает свобода мысли скептицизма плюрализма никакого из-за науки нормального нет и быть не может к сожалению в современном мире философия развиваться не может из-за науки потому что у нас есть большая интеллектуальная монополия которая пожрала весь наш в общем-то интеллектуальный большой гигантский прекрасный рынок на вот и эту монополию надо немножко вот урезонить на самом деле то есть мне нравится наука интересный заход к познанию мира просто интересный не лучший неистинный не открывает объективную реальность и тем более да но он интерес интересная попытка интересная попытка которая не так давно вот редкий гос пишет да он дарбышевского предложил как сильного оппонента в религиоведении он еще сказал что он ему проиграет заметьте можно мы положиться на его оценку религиоведческих журналов и спецов это вето верно действительно хорошо подмечено вроде да он так и предположил он еще сказал что он ему проиграет в теме религиоведения религиовед проиграет как бы быдло антропологу который всякую рандомную по вопросам религии несет про просто рандомную хуйню несет по вопросам религии никита считает что он ему проиграет прикиньте смог сформулировать хоть какое-то представление о науке которое действительно можно обсуждать ведь в этом и была проблема проблема заключалась в том что никиту образцова нужно было привести к тому состоянию когда он даст такое определение науки которые реально можно обсуждать этому например скажет наука это да вот определенная методология не сообщества не не то что работает не практика да не там вот то несет а вот именно конкретная методология которая позволяет нам составляет натуралистические фальсифицируемые теории хорошо берем делаем из этого определения дедуктивные выводы да например смотрим на то каких науках нет фальсификации убираем их из списка наук берем те науки в которых есть фальсификация вот они науки вот они науки в таком случае никита образцов давайте обсуждать вот эти дисциплины действительно ли они познают объективную реальность реальностью какое громкое слово реальность познают ли они объективную реальность или нет познают ли объективную реальность естественной науке вот сто процентов у нас эволюция присутствует или не сто процентов просто если опять же симуляция бог злокозненный демон там духи призраки и так далее ну тогда не сто процентов очевидно да у нас эволюция присутствует всякое может быть вдруг эти боги что-то там напортачили с этой самой эволюцией более того даже в рамках натуралистического объяснения мы можем придумать каких-нибудь там инопланетян анунаков да это предположение быть не фальсифицируема но она будет вполне натуралистично есть инопланетяне которые прилетели в общем формировали эволюцию на нашей планете допустим эти инопланетяне были всегда то есть они сначала вселенной а начала никогда не было не просто вечно существуют эти инопланетяне они абсолютно естественные физически у них тела но бессмертные физические тела и они соответственно вот пришли и меняли вот днк людей и других животных на протяжении всей вот этой вот эпохи тогда наука опять обосралась соответственно наука опять была не права она какую-то изменчивость сильную сильнейшую изменчивость зафиксировала там где в общем работали ручки маленьких инопланетян допустим невидимых может быть даже в данный момент и когда ученые проводят разные опыты может эти инопланетяне тоже влияют на данный опыт но никита понятное дело он не понимает теоретических построений и в этом заключается основная проблема что кстати и никиту отдаляет от науки очень сильно настоящая теоретическая фундаментальной никита не умеет обсуждать теории он не понимает что такое теория он не понимает как работают теории так вот он не понимает как работают теории ему очень тяжело все это вот вот вообразите представить им очень трудно их обсуждать ему трудно дать хорошие конкретные определения ему очень трудно работать с какими-то понятными идейными категориями которые можно так или иначе проверить на их вот противоречивость непротиворечивость там посмотреть что там у них где где и как вот убедиться в том что например никита на протяжении уже скольких минут 17 сколько же это обсуждаю ужас на протяжении этих 17 минут он просто переопределяет науку миллион раз и дает абсолютно разные определения 17 минут он переопределяет науку просто так не говорит что все это одно определение науки он дает разные определения но все они для него это одно прекрасно прекрасно же таким образом определение религии которые я вот вывел бы для себя объявление науки прошу прощения, которые я бы вывел для себя. Это целенаправленная деятельность, нацеленная на постижение законов объективной реальности, использующая специальные методы, исключающие ненатуралистические объяснения и включающие в себя в том числе сообщество людей, а также механизмы выявления неверифицируемых и фактически неверных суждений. Я сейчас... В чате-ка это напишу, наверное. Охуенно. Сейчас я это напишу в чат. То определение, которое я вывел. Оно, опять же, подлежит критике, безусловно. Но это то определение, которое, с моей точки зрения, работает и работало бы. Круто. Теперь вопрос, кто этого определения следует? То есть, меня обвинили в том, что я маргинал философии науки. Ну и вообще по поводу вопроса о науке. Кто следует тому определению, который Никита сейчас обозначил? Вот такое определение я для себя в заметочках выписал. Пальтификационистов в мире много. Вот такое определение Никита придумал один. Его даже нельзя вставить, потому что YouTube не любит длинные сообщения, в чате. Раз, два. Вот. Поэтому здесь у меня вот такая позиция. Конечно, можно здесь попытаться раскатиковать каждое слово в отдельности и сказать, что у целенаправленной деятельности вот там, религиозная деятельность тоже целенаправленная. Но я настаиваю на том, что в совокупности все эти признаки позволяют охранительзовать деятельность человека как деятельность научную. Окей, охуенно. Религиоведение не наука. Поздравляю. Я поздравляю, мы уже показали, что религиоведение, история, математика и многие-многие-многие другие дисциплины согласно этому определению не являются наукой. Поздравляю тебя, Никита. Только что всех выписал. Красавчик. Красавчик.